Девушки отдыхают Доброе утро, Найт-Сити! Вчерашний подсчет трупов закончился на крепкой тридцаточке! Спонсор десятки нестихающей уличной войны в Хайвуде! Минус один коп! Так что все готовьтесь! Полиция по этому поводу не сделает ни хрена! А вот Санта-Доминго отрубила свет! Очевидно, нетранеры снова резвятся в электросети! В Уэстбруке Трауматим отскребает от асфальта жертв очередного киберпсиха! А Пасифика... Ну, Пасифика и Спасифика! С вами, как всегда, был Стэн! Впереди новый день в городе мечты! Вот, обезболивающе! Блин, твой ёбок! Всё в порядке, Армана? Какой-то хуило захотел бы о их денег! Я разобралась! Что, кто-то с района? Назови хоть одного такого борзого у нас на районе! Слушай, Ви, нарисовалась проблема! Серьёзно! Что такое, попал в переплёт? Помощь нужна? Спасибо, а то уж я отчаялся! Я, ну, задолжал Кирку, если ты завтра не отдам, он мне ноги переломает! А с ним вообще лучше не ссориться! Его картели прикрывают! Ты взял взаймы у Кирка? Он же ёбаный ростовщик! Каждая крыса в Хейвуде это знает! У меня это... Брат откинулся, надо было его встретить! Сам виноват знаю! Когда же ты поумнеешь, Пепе? Надеюсь, у брата твоего всё в порядке? Ну, пока вроде справляется! Так ты мне поможешь? Я поговорю с Кирком, а ты мне потом будешь должен! Он хороший, мальчик! Умей ты мне жизнь смысл! Столько шалопут! Правда! У него свои кирки! Привет, Кирк! Есть дело! Ви, какие люди! Выкладывай, чё тебе надо! Пепе просил с тобой поговорить! А он сам что, стесняется? Так ты скажи ему, что я не кусаюсь! Пока что! Сколько он тебе должен? Очень много! Точнее сказать не могу! Конфиденциальная инфа! Вот это да! Только не говори мне, что у ростовщиков появились принципы! Ну, блядь, прикинь, чудеса случаются! А тебе хули надо! Перенеси срок! Он всё вернёт! Ему просто нужно больше времени! Я чё, по-твоему, благотворительный фонд? Если ты занимаешь, то будь добр отдать с процентами! Он, блядь, знал, на что подписывается! Да и с чего мне давать поблажки ебанатам, которые не держат слова, а? Дело не в нём! Просто я об этом тебя прошу! Хех! Ну, ты меня знаешь! Я человек деловой! Скажи, что мне с этого будет? Как обычно, услуга за услугу! Ты поможешь мне, а я тебе! Хорошо! У меня как раз есть одна идея! Ну и что это? А ты глянь! Окей! Клёвая тачка, да? Во всём городе таких всего четыре! Одна у директора Рейфилда! Вторая у мэра Райна! Третья стоит в пункте проката! А четвёртая? А четвёртая скоро будет у моего клиента! Конечно, после того, как ты её угонишь! Я не ворую! Это раз! И такую тачку я бы даже при желании не смогла угнать! Это два! Я тебя обрадую! Тебе и делать-то практически ничего не придётся! У меня уже всё расписано! Всё просто! Угонишь для меня этот... Рейфилд! Спешу долг пепе! И тебе тоже чё-нибудь подкину по доброте душевной! Мой человек Рик работает на парковке углей! Это клуб, где бывает хозяин Рейфилда! Каждый вечер пятницы он там как штык! Как только ты придёшь, Рик выключит камеры, откроет ворота и вперёд! Тебе останется только сесть в Рейфилд и укатить! Всё просто! Кто владелец? Да какой-то японец из-за рассаки! Приехал, раскидывается тут деньгами направо и налево! Как его зовут? Не знаю! Да и похуй! Моё дело искать редкости, а его тачка эпически редкая! На толковый план не похоже! А, а на что похоже? На то, что ты пытаешься найти лоха! Это не подстава, Би! Ты же девка умная! Неужели не хочешь немного подзаработать? А этот твой Рик? Я доверяю ему как брату! Как ты себе это представляешь? Я влетаю под пузо этому Рейфилду, замыкаю провода и дальше еду куда хочу? Ну, Кирк, у таких машин есть сигналка. Очень хорошая. Вот этой вот хреновиной открывают двери в сервис-центрах Рейфилда. Она обходит идентификацию личности. То есть это ключ от всех Рейфилдов в городе? Да ладно, Кирк, ты ведь сам в это не веришь. Волшебники из Кабуки и не такую технику продают из-под прилавка. Укрепись в вере, сестра. Так что, ты согласна? Согласна. Молодец. Я же говорил, что ты умная. Езжай в угли, это в Глени. Рик будет ждать тебя в гараже. Договоритесь с ним обо всем. Удачи там. Если что, я всегда на связи. Бог пожирает своих детей в Санто. Пусть приготовятся. Да, падре. Ну надо же, кого я вижу. Ви, давно не виделись. Не знал, что ты в городе. Себастьян Ибара ничуть не изменился. Никто уже не называет меня по имени. Я и сам его почти забыл. Как дела, падре? Да все так же. В Хэйвуде ничего не меняется. Ты лучше о себе расскажи. Да. Дом, милый дом. Вернулась из Атланты пару недель назад. Вижу, что дома тебя уже встретили. Как там, на востоке? Расскажу как-нибудь. Мне сейчас надо по делам. Так давай мы тебя подвезем. Заодно и расскажешь. Маркус, поехали. Тебя куда? В Гленн. Подбросьте меня к углям. К парадному? Нет, к черному входу. Я покажу, где встать. Маркус, ты слышал? Ну, как тебе старый добрый Найт-Сити? Заказы есть? Тут немногое изменилось за последние два года. Это же Хэйвуд. У него корни крепкие. И кровь их питает все та же. Ну, расскажи, как у тебя жизнь? Мелочь всякая то тут, то там. Ничего крупного пока. Так что я справляюсь. Но спасибо, что спросил. Так что? Атлант оказалась не такой, как ты ожидала. Как видишь, я вернулась. Если бы ожидания оправдались, я бы осталась там. Может, это все и к лучшему. Черт. Останови машину. Что такое? Ничего. Оружие есть? Себастьян и Барра. Похоже, мне сегодня повезло. Чего тебе? Разобраться. Раз и навсегда. У меня к тебе хорошее предложение, папаша. Ты уебываешь свисты и ребят своих забираешь с собой. Я отдаю тебе Гленн и мы квиты. Можешь спать спокойно. Видишь, какой я добрый. Ну, папаша, что скажешь? Еще хоть одно слово. А ты не лезь. Я тебя не знаю. Я тебя тоже. А это значит, нихуя ты тут не стоишь и нихуя не можешь. Ну, что-нибудь еще? Мне кажется, наш разговор подошел к концу. Берегись, падра. В этом городе легко поймать пулю. К тебе это тоже относится. Маркус, трогай. Я рад, что ты не забыл о своей корне. Держишься молодцом. Вокруг всегда полно таких недоносков. Они крутые, пока ствол не увидят. Что за чувак? Да неважно. Через неделю его не станет, зато появится друг. Он угрожал тебе оружием. Верно. И он за это заплатит. Встань вон там. Да, спасибо. Дальше сама спущусь. Вот, на прощание. Твой номер? Может пригодится. Вдруг мы с тобой еще поработаем вместе. Как два года назад. Спасибо, падре. Мне пора. Ну, с богом. Вин, как дела? Я на месте. Ищу твоего человека. Рик отличный парень. Отвечаю. Доверяю ему, как брату. Угу. Ты уже говорил. Кирк, вижу машину. Твой час настал, малыш. Действуй. Ну, сейчас протестируем это чудо техники. Маловерный ты человек. Видишь? Мы богаты. Теперь заводи тачку и позвони мне с дороги. Подскажу, куда ехать. Ага. Похоже, проблем быть не должно. Вылезай. А ты еще кто? Так. Спокойно. Ничего личного. Просто бизнес. Рейфилд мой. Так, я не поняла. Типа воровские понятия не для тебя? Ты на чужое пришел. Я была первая. Так. Можем решить дело двумя путями. По-хорошему или по-плохому. Оба приведут к одному и тому же. Я заберу тачку. Ты что творишь? Летинг-гадок. Полиция! Мастер уже! Не с места. Вы арестованы. Никуда не дергаться. Поднять руки так, чтобы я видел. Медленно. Мордой в землю, сука, быстро. Джеки Уэллс. Мой добрый сосед. Так и не поумнел ни на грамм. Эй, детектив Стинц. Надо же, какая встреча. Инспектор Стинц. Один хрен. Погоди-ка. А тебя я тоже припоминаю. Давай, говори. До чего дошел прогресс? Не стесняйся. Говорящие псы. А ты вроде уехала в Атланту искать счастье. Похоже, не нашла, да? Я говорил, что у всей Хейвудской перхоти одна судьба. Тут рождаться, тут жить и тут подыхать. Я, как всегда, был прав. Хорош болтать. Что теперь? Как что? Поедете искать счастье в колонию? Да ладно, инспектор. Тебе-то с этого что? Закроешь нас, посидим мы до суда, поплюем в потолок. Отдадут нам максимум пару месяцев. А может и вообще отпустят, потому что в тюрьмах только стоячие места остались. Воры-то они? Простые уличные бродяги? Мы взяли их с поличным, мистер Фуджиоко. Сейчас поедем в участок. Да нахрена это надо? У меня нет времени снимать показания и играть в следствие. Вы предлагаете их отпустить? Я предлагаю сломать им ноги, надеть наручники и бросить в море, чтобы не всплыли. Все это слышали? Бля. Что у вас всех? Вот честно, там такая обстановка была. Я уж решил, что мы живыми не выберемся. Нет, Стинс бы так не поступил. Ты прямо уверена? Ага. Он же сам из Хейвода. Пиджаков ненавидит так же, как мы с тобой. Просто делал, что должен был. И все. Если б не я, ты бы уже рассекала по городу на этой красавице. Да не переживай. Это дело пованивало с самого начала. Самопальному говну из кабуки такая сигналка не по зубам. Ничего удивительного, что копы приехали. Ну, познакомимся по-человечески. Джеки Уэллс. Ви. Погоди. Ты бываешь в Койоте. Уэллс? Как мама Уэллс. Ну, понятно, откуда я знаю эту фамилию. Все верно. Койот – это кабак моей мамы. Странно, как мы раньше не встретились. В Койоте я и получила заказ на тачку. От Кирка. Ты работаешь с этим обсосом? Пепе торчит ему кучу денег. Вот я за него и вписалась. Твой Пепе, конечно, вообще. Прогнуться под такую гниду, как Кирк. Ты же слышал, что говорят. За ним стоят картели. Картели? Нет, нет. Я видел ребят из картелей. И могу тебе гарантировать, ни один из них про Кирка даже не слышал. Этот каброн еще пожалеет, что подставил кого-то из Хейвуда. Я бы чего-нибудь заточил. Вот так сразу? Ты мне только что пушку к виску приставлял. Да. Кто помогает моим друзьям, тот мне тоже друг. Ну, че, без обид? Без обид. Ну, че. Как по мне, это хорошее начало. Начало чего? Нашей дружбы. Мы просто два сапога пара. Ну, давай, пошли. Я с утра ничего не ел. Еда – это хорошо. Пошли. Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли. Мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя в приют, а потом останавливает на улице и спрашивает. Закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по сто человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бо-Або. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выше леди люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити? На кладбище. К счастью, тут всем абсолютно насрать. Чего-то начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Курат мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Нет, Джек, у нас мало времени. Давай потом. Потом, так потом. Маньяна, маньяна. Вакака сказала, как лучше выполнить этот заказ. Я тебе не мама. Тебе платят, ты думай. Работа легчайшая. Я готова. Лифт. Пошли. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не рассказываешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. Ай, это ты? Ненавижу играть в спасателей. Не тормозите. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту. Не высовывайся. Мы что, опоздали? Вик глянет, а она наша цель? У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские поделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Ви, не спать. Тут еще пиндахос. Убери его по-тихому. Не торопись, Ви. Враги смотрят. Красава. Сам бы лучше не сделал. Не торопись, Ви. Внимание. Новые дела на подходе. Они уже близко. Мясняки ебучие. О, я, Ви. К нам идут. Выжди момент. И убери их. Кабранос. Их тут как саранчей. Давай переждем. Убери этого. Только тихо. Эй, возьми того, который ближе. Возьмем их. Суэрте. С этими разобрались. Только это явно не все. Идем дальше. Я за тобой, Ви. Господи, Боже. Пиздец, Ви. Меня сложно напугать. Я всякое повидал. Но это... Это она. Наша цель. Мол, успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Она лежит, Ваня, еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышала, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники. Хотя не знают, почему. Пьешь такой холодную воду, и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к биомону. Проверим, что с ней. Подключаюсь. Сандра Дорсет. НС 570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Кара-ху-ти-бак. Это тебе не вип-клиника. Тут ванны со льдом, и клюки с топорами. Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. А это безопасно? Может, просто ее вынести? Она еле жива. Ты хочешь ее угробить? Если есть внутреннее кровотечение или что-то еще, монитор это отловит. Вытаскивай щепку. Да, есть чип. Вынимаю. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на зло. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через три минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. Джеки, стой на стрёме. Мало ли кто завалится. Всегда готов, Ви. Не ссы. Блядь! Она уходит. Ви, что у вас там? Не молчи. Только этого не хватало. Джеки, инжектор! Лови, Чика! Вроде, вроде помогло. Фуэра, Чика! Выноси ее отсюда! Давай, выноси ее на балкон. Осторожно. Идет посадка. Зависим на курсе силы безопасности. Следуйте указанию. Пациентку на землю! Пять шагов назад. Быстро! ТТ-133 центру. Получили пациентку НС-570442. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Чика. Тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? А... У меня свидание с Мисте. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только не привыкай сильно. Ты прямо моя спасительница, Ви. Может, подбросить тебя домой? Ну, давай. Я все равно уже никак. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же об этом договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Лотсон оцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Чика. Я поведу. КОНЕЦ Как же круто в Найт-Сити, а! Город как город, только большой. Нет, Чика, это необычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйленд, Адам Смашер. Тут рождаются легенды. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокируют. Ты не забыл? А, точно. Блин. Мне кажется, или... Так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Чингадов Ви. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Это они! Их оставь в руках! Дави на газ, Джеки! Давай ведь... Чингадам мастер! Не могу, ведь и нормально! Держись, Ви! Мерда, пардон! Попались, мрази! Ви! Зальцов водителя! Чингадов! Попортил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Чёрт! Они явно решили не мелочиться. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, официально. Серьёзно? А что у меня такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймёт, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, к своей девушке? Ну да, она с ума сойдёт, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Но дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты ей понравился. Моя неподдельная искренность тронула её сердце. Да. А что, я верный. Дорожу отношениями. Угу. А главное, скромный. Даже. Чуточный. Ходер, ты глянь, бери. Тут всё серьёзно. Стреляй, давай! Как-то не похоже на обычную область. Так потому, что это не обычные копы. Это Макстарк. Охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только, когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Всё, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Всё, спектакль. Охот. Продолжение следует... Продолжение следует... Наша вторая гостья — Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся» — активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуюсь, Зиги. Спасибо, что позвал. Итак, сегодня я хотел бы обсудить с вами самые редкие, пользующиеся спросом импланты на рынке — биочип от Арасаки. Но для начала нам все-таки стоит ввести наших зрителей в курс дела. Карина, что такое биочип вообще? Можно одним словом? Одним словом? Пожалуй, бессмертие. Бессмертие? Неужели? Именно так. Ведь в биочип можно полностью перенести сознание умирающего. По сути, это мобильное хранилище человеческой души. Этот человек никогда вас не покинет. Всегда будет рядом вместе с вашим собственным сознанием. Дитя, дитя, задумайся на мгновение, что ты говоришь? Ваш биочип — это скверна, которая питается человеческим горем, противоестественное зло, золотой телец, рожденный ложными пророками. Арасака говорит о сохранении души. Но все, что они могут гарантировать, это бездушный, бессердечный алгоритм, вещающий голосом покойника. Эта технология станет еще одним инструментом неравенства и коррупции. Доступ к ней будут иметь лишь богачи и сильные мира сего. И они заплатят абсолютно любую цену за возможность так называемого бессмертия. Ну, вообще-то да. Корпорация Арасака ограничила доступ к биочипу для того, чтобы... Ваше обещание — ложь. Злонамеренное ложевое местижательство. Да уж это сильно. Простите? Уживые обещания, жадность, жажда власти. Знаете, мне это напоминает палить... Что? Как вы смеете? Разве вы не обещаете загробную жизнь? Не берете со скорбящих плату за похоронные ритуалы? Может, ваше преподобие боится здоровой конкуренции, а? Ах, конкуренции? То есть, по-вашему, все в этом мире можно оценить, измерить, рационализировать? А разве мы не правы? Мы можем создать искусственный мозг, сформировать новое сознание? Но скажите, зачем? Что это нам даст? Неужели мы, жители Земли, станем от этого хоть немного счастливее? Вы заявляете, что био-чип дарует вечную жизнь. Но все, что вижу я, лишь вечное страдание. Не отпуская человека, мы создаем иллюзию его постоянного присутствия. А вы что думаете? Кто же прав? Может, мисс Ли, а может, преподобный Колвер? Здесь решать вам. Отправьте сообщение Ли или Колвер на номер 7892, чтобы отдать свой голос, и укажите свое имя, если хотите выиграть билеты на плейд. Ди-и-и-и! До встречи, Найт-Сити! Пока! Да блин, опять ворота заела. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Надо будет сказать пару слов начальнику. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. А вот и наша звезда. Чёрт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Садись. Сейчас папа доест и поедем к сеньору Вектору. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно всё забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал её один человечек. Как же вы звали? А, да. Декстер Дэшон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Хе-хе. Два года назад, когда шла война банд, Декса тоже в эту жизнь затянула. Столько людей тогда в землю положили. Дексу повезло. Он залёг на дно, пока всё не утихло. Время непорядочно прошло. Но теперь он возвращается. Джеки, это наш шанс. Дексу нужны друзья, то есть мы, и этим можно воспользоваться. Точно, Чика. Выиграют все. Как ты его уломал? Продался в рабство? Мы ведь ещё не доросли до тех, с кем Декс обычно работает. Мы с тобой нет, ты права. А вот Тибак, она нас познакомила. Мы встретились. Ну и там я сразу понял, что заказ наш. Потому что я умею произвести впечатление. Скажи. Да, Джек, ещё какое. Что за работа? Мы хоть живыми вернёмся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично. Один на один. Так что сама понимаешь. Всё теперь зависит от тебя, Чика. Почему от меня-то? Вы с Тибак типа ни при чём? Тибак и Декс давно знакомы. Меня он уже видел. Сказал, осталось проверить только тебя. И дело в шляпе. Слушай, Ви, кто платит, тот и заказывает музыку. Ему просто нужны гарантии. Но он нормальный мужик. Серьёзно. То есть выбора у меня нет? Декс, самый серьёзный человек среди фиксеров. Ты сама знаешь. Я ничего не имею против Патры и Вакако, но Декстер – это высшая лига. Понимаешь, о чём я? Нет, если честно. Всё как всегда. Приходишь ты на чужую территорию, местный фиксер сразу показывает, чей хуй длиннее, но улыбается тебе. И обещает кучу денег и заказов. Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке. Официантка, которая принесёт ему на блюдечке большой кусок от клиентского пирога. Конечно, вы ходите вместе выпить, но бизнес есть бизнес. Спасибо, милость твоей стороны. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит, как новая. Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали. Куда едем? К риперу? Эй, чика, не гони, а? Я ж только поел. Я так и так собирался к Вику. У меня свидание с Мисте. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Вот оно. Пошли, Ви. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую Декс на книга травил. Глаза. Такие. Понравился? Не только вам. Привет, Ви. Доктор Вектор тебя ждёт. Я тут пока посижу. Нам с Мисте надо поболтать. Ты сегодня весёлый. Я всегда весёлый. Так жить не так. Привет, Вик. Как твои риперские дела? Рада тебя видеть. Привет. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? На задании подключилась к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепило. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну, а как ты вообще? Как дела? Получила заказ от нового фиксера. Его зовут Декстер Дэшон. А, знаю он из посмертия. Нечего сказать, растёшь. Типа того. Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду спокойный дядя. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Хе-хе-хе. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дэшона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. А, само собой. Хе-хе. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Не нуди, Вик. Я тебе всё верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Оптика, Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну, а что? Мы себя тоже не на помойке нашли. Я сказала, что заплачу, но на такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулась живой и здоровой. А, и с деньгами. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну, а бонусом создаёт помехи для внешних лиц. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечёт камера, лицо будет смазано. Но учти, тело всё равно будет видно и идеально. Хм. Вот это подойдёт. Как раз коннектится с Кироши. Я готова. Вырезай. Отлично. Можем работать. Давай, клади свою руку, игрок высший, Лигель. Как сам-то? Что нового у доктора Вектора? Ну, если честно, всё как всегда. И меня это устраивает. Я когда-то жил в мире, где было важно, кто есть кто, кто с кем и что почём. А потом? Однажды я всё бросил и с концами. Легенды я уже не стану, зато могу нормально спать по ночам. Вот так. Молодец. Сейчас обезболим и можно резать. Чувствуешь что-нибудь? Тебе что, прямо в подробностях? Ты говоришь, как стоматолог. Они тоже всё озвучивают. Слушай, не издевайся. Я старый, а рука у меня своя. Заскользнёт ещё. Сейчас будет темно, не пугайся. Так, ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Ну, поначалу, может быть, неудобно. Помехи там, знаешь, туман, размытость. Ну, как тебе? Всё в порядке? Очень круто, Вик. Судя. Теперь сканер. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должна увидеть счётчик патронов и новую мушку. Там ещё этот нейровирус с последней работы. Проверишь? Я уже проверил. И удалил, когда оставил тебе имплант. Заодно слегка почистил кульсовки. Считай, официальная проверка антивирусом. Охренеть, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу, ещё два через час. И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланта. И ещё раз спасибо. Ты крутой. Иди, малыш. Покажи им всем. И не забывай старика, когда выйдешь в высшую лигу. Кто побеждает? Эрнандес. Лет двадцать назад этот слабак Мэло, он уже давно бы на полу лежал. А теперь каждая собака ставит себе защиту черепа. А это гасит три четверти силы удара. Ты поставил на этот бой? Да нет, какой там. Я давно уж больше так по привычке смотрю. Раньше лучше было? Ах... Как бизнес идёт? Да знаешь, не жалуюсь. Корпораты ко мне теперь не лезут. А Росака снова набирает себе наёмников. А значит, я тоже без работы не сижу. Повезло тебе с мести. И помогает, и нытьё твоё терпит. Да, что сказать. С аренды я уж точно не прогадал. Вот именно. Думаю, мало кто в Найт-сити может сказать про себя то же самое. Да жив до моих лет неизбежно теряешь иллюзии. И жить становится куда проще. Твоя сердечная чакра немного в дисбалансе. Я её гармонизирую, но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще всего красного. Не только вам! Привет! Хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улице встало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит, но мне кажется, что экспериментальная терапия это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Даг. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить псих, а я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно? Трючка. Че-че. Че-че. Я уме слез. Рад встрече. Угу. Декстр Душион с собственной персоной. Ха-ха-ха. езжай не против если я сначала спрошу что на твой взгляд лучше быть никем и спокойно дожить до старости или вписать свое имя в историю и отдать богу душу еще до 30 мне важна победа а не участие цена не имеет значения классика есть еще молодежь которая любит рисковать уважаю теперь слушай у меня на примете серьезное дело гораздо серьезнее чем громить притоны мусорщиков погоди дай-ка теперь я спрошу декс зачем это все причем тут я ты мог позвать джеки или тибак мог рассказать все по телефону я старомоден люблю смотреть в глаза тому с кем работаю с джекстером я уже встречался тибак помогала мне еще два года назад вот тебе и ответ кроме того у меня есть маленькое задание специально для тебя я расскажу и что за дело ты приметил есть один прототип биочип если точнее его надо забрать вот и все у корпорации наверное у арасаки это же не проблема не проблема а смертный приговор найти те их территории они же нас раскатают а как иначе мисс ви больше риск больше добыча первое правило по смерти да и я тоже не дурак сделаем все так тихо что не оставим даже следов которые надо заметать мы друг друга поняли ты уже все придумал у тебя есть план расклад такой сначала уладь небольшое дело с парнями из мальстрёма потом поговори с заказчицей биочипа ничего сложного она просто нервничает хочет увидеть исполнителя расскажи о нашей заказчице зачем ей меня видеть ее зовут эвелин паркер я пытался пробить ее по базам начал спрашивать по городу так что откликнулись ребята из пасифики попросили чтобы я перестал спрашивать а девочки просто хочется увидеть того кто будет выполнять заказ то есть пойдет прямо в пекло меня там не будет тебя к не очень любит людей а джеки не лучший представитель сама понимаешь почему так что выбор пал на тебя а что за дело надо уладить с мальстрёмом вставляющим классическая история две недели назад банда психов перехватила груз мелитехо прожила стих корпораты до сих пор не знают что это были мальстрёмовцы среди этой техники был болт маленький боевой робот прототип образец передовых военных технологий мне нужен этот бот без него мы не доберемся до чипы и не попадем ни в какое светлое будущее только учти эта игрушка на один раз деньги за болта уже заплачены мальстрём проблема в том что контракт я заключил с человеком которого звали брик он был у мальстрёма главарем мы ударили по рукам а через три дня его сместил ближайший друг из подвижник саймон рэндалл он же ройс теперь он главный я понятия не имею что он думает о контрактах своего предшественника вдобавок ко всему украденным грузом очень интересуется некая мэридит стаут из мелитеха что за человек этот ройс просто психопат из тех что любят хром тут таких много твоя правда отличие только в том что не все отправляют друзей в промышленную микроволновку говорят сначала лопаются глазные яблоки чпок и все потом тело превращается в гуляш а кто это мадам корпоратка из отдела безопасности носится по городу как угорелая спрашивает куда делся груз возит в багажнике парня который как-то причастен корпорации не прощают ошибок поэтому она уже наверное отчаялась подумай как обернуть это себе на пользу думаю контакты этой сыщицы лишними не будут пересылаю думаю я знаю все что надо пора за работу как приятно слышать встречу с эвелин паркер я тебе устрою а болтом займись уже сама и еще мисс ве так тихая жизнь или смерть в лучах славы до скорого джек я поговорила с дэксом гордит и большой человек во всех смыслах скажи большой перестраховщик я бы сказала и своего не упустит мы не получим большой заказ пока не поможем ему с парой мелких там какой-то бот военная разработка мальстрёмовцы его спиздили а дэкс купил но только не получил потому что у них сменилось руководство а да слышал ройс устроил брику творцовый переворот типа того дэкс сказал нам поговорить с ройсом еще дал номер какой-то бабы из милитеха но не знаю как она нам поможет не слышу восторга в голосе ты что-то знаешь про ройса просто наглухо ебанутый для него хром как наркота для торчка еще вот какое дело мне надо встретиться с нашей заказчицы эвелин паркер тебе а дэкс что будет делать ездить в лимузине и болтать с девочками паркер потребовала кого-то из команды дэкс решил отправить меня ну хозяин барин и так с кого хочешь начать с мальстрёмовцев или спаркер я бы сначала встретилась спаркер надо посмотреть кто она и чего хочет тогда я поеду гофутс и посмотрю что там почем асто луэйго привет красотка не хочешь топовый брейд чё тут есть что у нас есть девочки и мальчики твоей мечты актеры высшей синоптической лиги никаких подтасканных чуваков из порновирта и разгвозданных кукол авторский материал экстаз в чистом виде эмоции такие что у тебя еще неделю сердце колотиться будет затем сюда и приходит продавать то вы умеете это не реклама а предупреждение мы-то готовы подстроиться под каждого просто не все выдерживают не хочешь попробовать индивидуальный подход это круто я бы попробовала окей только сначала пройдемся по правилам значит за несанкционированную запись положено наказание наркотики принимать запрещено все просто если тебе кто-то понравился находишь в каталоге заказываешь брейнданс идешь кабин я что из детсада по-твоему типа ничего не знаю окей дверь открыта развлекайся крошка добро пожаловать ты смотри какое миленькое личико привет будешь что-нибудь я ищу эвелин паркер ты не знаешь она здесь а кто спрашивает я ви она назначила встречу приятно познакомиться в я матео ага так что с эвелин клуб большой поищи ее может найдешь все в порядке матео я ее ждала эвелин паркер я сразу поняла что это ты а чё сразу не подошла хотела немного на тебя посмотреть и как понравилось когда не нравится я даю знать не сомневайся пойдем тут слишком много любопытных ушей мы будем в лаунже матео если что нас не для кого нет и чем такая гадкая девочка все нормально честно почему ты не хочешь сказать мне правду я уже сказал декс много тебе рассказывал говорил ты эффективно работаешь и никогда не подводишь надеюсь он не преувеличивал я не знаю любит декс преувеличивать или наоборот преуменьшать я с ним недавно работаю я слышала есть два типа фиксеров у одних постоянные команды на долгих контрактах и коротком поводке им важны верность и предсказуемость а вот декс он как раз относится к другому типу ну давай не томи рекрутеры у них другие приоритеты они верят не в людей а в свою интуицию им важен потенциал если они вдруг ошибаются это становится их последней ошибкой поэтому я надеюсь что декс с интуиции все нормально давай лучше про заказ что ты хочешь сделать я так понимаю тебе рассказали про цель биочип ключевая деталь программы сохрани свою душу мы переходим дорогу арасаки эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир да они вложили миллиарды в технологию переноса личности но меня интересуют только данные на чипе он сейчас находится в отеле компеке плаза знаешь где это было там в корпоратском отеле то нет конечно откуда у меня такие деньги интерьер там топовый скоро сама увидишь так где именно хранят чип в люксе на последнем этаже там живет юри нобу арасака юри нобу арасака в найт сити ты не читаешь газет это на всех первых полосах только лениво не написал что юри приехал в найт сити он последний сын собора арасаки и главный наследник ему должна перейти вся корпорация и что арасака младший приехал в найт сити чтобы захватить власть мало кто в найт сити знает какие на самом деле планы у семьи арасака а ты как раз знаешь у каждого из таких шишек своя армия по вызову я уверена что к отелю сейчас вообще не подступиться фишка в том что у юри нобу нет никакой охраны совсем причем уже давно это почему знаешь поговорку про разведку арасаки когда ты чихаешь в найт сити в токио опадает цветок сакуры юри нобу уверен что охранники постоянно доносили на него отцу то есть мы крадем даже не у корпорации а у самого юри нобу арасаки юри нобу марионетка все его влияние пошло коту под хвост когда он поссорился с отцом собора уже много лет крепко держит его за яйца и вполне может их оторвать как только поймет что сын опять принялся за свое ну ладно если у тебя есть в рукаве какой-то туз самое время его вынуть а теперь держись крепче начинается самое интересное юри нобу сам вынес чип из лаборатории арасаки и договорился продать его сетевому дозору уже поняла что у меня за туз или надо разжевать какие у них с юри нобу условия сделки неважно сосредоточься на биочипе что могут предложить бравые солдаты киберпространство тайны его врагов это тебя вообще не должно волновать твоя задача устроить так чтобы сделка не состоялась погоди дозор вроде держит нейтралитет дозор занимается безопасностью корпораций и корпус за это платят бешеные миллионы однако это не отменяет того что в наше время святых нет все хотят урвать побольше чтобы выиграть надо идти ва-банк значит чип лежит без охраны потому что юри нобу вынес его без спроса где он тогда его держит скорее всего в контейнере где воссоздана органическая нейронная среда но выглядеть это должно думаю как обычный дипломат окей где он скоро сама увидишь если конечно не хочешь еще посплетничать о семье арасака что еще ты знаешь про юри нобу довольно много он изучал биотехнологии и финансы в токио скорее всего не по своей воле сабура готовил его себе в преемники потом сыночек вдруг стал самостоятельным и на несколько лет ушел из корпорации в итоге блудный сын вернулся в семью но осадок остался но это с одной стороны есть и другая это умный парень у которого свой собственный взгляд на мир и свои планы на арасаку этот трюк с биочипом может стоить ему всего да просто он поверил в то во что все тут верят что можно попытаться и получить контроль над чем угодно и еще один вопрос что за данные на этом чипе это неважно вообще мы говорим о данных которые юри нобу с первого рассаки и хочет передать дозору это не может быть неважно послушай ви чип нужен мне тебе нужны деньги давай исходить из этого ты выполняешь задание я перевожу на твой счет кучу денег окей что теперь теперь самое интересное пойдем у тебя будет возможность распланировать операцию по брейн-дансу из компеки плаза зачем мне брейн-данс тут нужны факты они ощущения думаешь по брейну можно только дрочить кабинках на цифровые сиськи вовсе нет брейн-данс позволяет анализировать детали что нибудь еще нюансы недоступные зрению даже прокачанному тебе это пригодится а что на этой записи апартаменты юри нобу изнутри в подробностях тебе надо будет найти чип надеюсь запись для этого достаточно подробная стой это ты записала материал а через видео имплант а что такое если на записи квартира юри нобу значит ты там была вы с ним знакомы как иначе я бы туда попала по-твоему знакомы и очень хорошо мы бизнес-партнеры сотрудничаем на взаимовыгодных условиях покажи мне брейн-данс сейчас джуди все покажет она сама из шельм мы с ней знакомы не первый год ви один важный момент джуди мне помогала не раз и не два я доверяю но она одна из шельм то что я с не работаю не делает точно на этой неделе поэтому будь хорошей девочкой и держи язык за зубами поняла расслабься я не дура понимаю с кем и как надо себя вести о привет это ви она за материалом ви это джуди лучший монтажер брейн-данса которого я знаю ой не начинай меня сейчас тошнит привет джуди твоя запись готова эва что скажешь как она тебе ну еще сыровата конечно но сойдет самое главное чтобы ви могла туда попасть ну да откалибруем под нее но нам с чпок стрита еще и не такое присылали с этим как нибудь уж справлюсь ну тогда чего запускаем ви пусть там осмотрится как следует давай ты готова уже бывало в сыром брейне в смысле сырой он чем-то отличается от готовых готовые если они качественные передают тебе эмоции и ощущения которые ты вряд ли когда-нибудь испытаешь самостоятельно это массовый продукт там все заскриптовано закодировано тихо и мирно а сырые там как в виртуальной реальности можно ходить все рассматривать монтажеры разделяют их на слои отлавливают там яркие эмоции и из них создают брейн-данс на продажу ну садись располагаться и приступим а сначала создам твой сенсорный поле что какой еще профиль модель твоих эмоциональных откликов и ощущений надо подогнать ее чтоб ты там не офигела иначе после подключения тебя в лучшем случае будет тошнить как в низкопробных записи а в худшем а в худшем твои синапсы поджарятся как на гриле но мы до этого доводить не будем угу окей поехали надеюсь больно не будет не не в этот раз так сиди смирно и смотри на меня сейчас я подключу тебя к сканеру будет слегка покалывать угу окей теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры смотри на эти два экрана как будто ты окулист это калибровку надо будет каждый раз делать не обязательно но оно того стоит погоди две минуты сейчас увидишь что дает анализ брейнтанс еще секунду надо заблокировать болевые рецепторы ну все готово теперь потестим профиль я дам тебе что-нибудь на пробу ну чтобы освоиться с редактором так так что бы тебе тут а нельзя ее закинуть в мою запись быстрее будет лучше не рисковать это займет минуту я уже нашла кое-что подходящее что ты выбрала? налет на магазин в Хейвуде новички снимали не помню где я это откопала но для нас в самый раз начнем? поехали я дам тебе сначала усеченную версию чтобы ты освоилась а потом пущу в режим изменения погружение через три два один план простой никаких выкрутасов заходишь выгребаешь бабло отваливаешь и мы продаем брейн этим психам из студии ага понял и не забудь все по полной программе они нам еще доплатят за высокий адреналин окей давай вперед всем лежать на землю целуем пол живо деньги быстро еще секунды и я тебя положу тише тише я давай сейчас голову тебе нахуй отстрелю ах ах дыши глубже у тебя подскочили кортизол и адреналин но софт включил гормональную блокаду ничего страшного ты живее всех живых это было слишком я чувствовала боль этого чувака напряжение и как будто надежду и было что то еще понимаю он наверняка чем то закинулся скоро отойдешь я все подготовила переходим в режим изменения и отключаю тебя от сенсорики автора записи ты сможешь свободно осматриваться не стесняйся в режиме анализа у тебя полный контроль над камерой передвигай приближай удаляй что хочешь теперь это твоя песочница в режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу когда надо запись можно продолжить с консоли попробуй ну план простой никаких выкрутасов заходишь выгребаешь бабло отваливаешь и мы продаем брейн этим психом из студии ага понял скажи круто это еще не все ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись давай попробуй вернуться к самому началу ага ага круто теперь промотай вперед план простой никаких выкрутасов заходишь выгребаешь бабло отваливаешь не выпадает окей если что запись можно перезапустить ну в смысле посмотреть с самого начала попробуй теперь самое интересное собственно то зачем ты пришла в режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения которые видел автор записи и в режиме и 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 cred и и и и и Прибор регистрирует все, каждую мелочь. Даже те образы и шумы, о которых оператор понятия не имел. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай, открой его. Вот, хорошо. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. Окей, давай вперед. Да еб твою мать! Глянь, в кладовке я на кассе постою. Нахую в своем постой? Как ощущения? Просто охренеть, правда? Прямо как будто рядом стоишь. Вот, этим и хороши записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. А редактор их ловит и выделяет. Поиграй немного со звуком. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. Глянь, в кладовке я на кассе постою. Нахую в своем постой. У нас скидка на два вкуса. Карри и мясо с креветками. Всем лежать! На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Ща, голову тебе нахуй отстрелю! Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данными, которые отловили импланты оператора. Например? У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Неплохо. Предлагаю подождать, пока он уложит эту телку у прилавка. Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненой девахе. Попробуй. Отлично, поехали дальше. Промотай до того момента, где вор получает пулю. Понимаешь, он даже не видел, что в него стреляют. А ты увидишь. Вот, смотри. По-моему, это самое клевое. Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения. И просканируй его. Ему всадил пулю его же Чумбы. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой брейнданс кучу бабла отваливают. Настоящая смерть у брейндансовых фриков ценится больше всего. В общем, если тебе хватит, можешь выходить. Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только, чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим запись Эвы? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Думаю, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно, ладно. Сейчас подключу ТИБАК и можем начинать. Воу-воу-воу. Кого? Раннера из моей команды. Она спец по безопасности. Будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то проблема. Нет, мы так не договаривались. ТИБАК – профессионал. Куда не надо, не лезет. Можешь ей доверять. Ммм, ты типа разрешила? Джуди, пожалуйста. Я бы не стала тебя подставлять. Ты же знаешь. Окей. Звони ТИБАК и погружаемся. Привет, Ви. Что такое? Привет, Бак. У меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейнданс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Эвелин и Джуди. Все в порядке, они свои. Они мне помогают освоить материал. Ага. Ну, ладно. Говори, в чем дело. Короче, нужна помощь. Мне надо понять, на что обращать внимание на записи. Поняла. Я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Получила? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринову держит чип. Судя по виду, ты просто мясо для Емли. Я угадал. Эвелин. Ей... Ей было страшно. Но она очень быстро взяла себя в руки. Я сказал нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я за конь. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Ай, я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Мой отец замученный безидейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя меня напрягать. Слышала. Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Слышу гудения. Вентиляторы, кондиционер или серверы. Надо же как-то управлять всей этой умной херней. Иди, пожалуйста. Работа такая штука. Ничего. Я даже еще не совсем потеряла терпение. Все в порядке? Ты какой-то напряженный. Ничего. Скоро пройдет. Ага. Я этим и займусь. Но при одном условии. Ты будешь ставить условия мне? Только одно. Все внимание на меня. У нас остались конфеты? В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке. В спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди. Найду что-нибудь подходящее. О, вот это тебе понравится. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да. Иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где ее Ренобу держит био-чип. О, блин. Я как будто сама с ним. Ви, работай. Не отвлекайся. Варуй-ка, мэ. Как я скучал. Я знаю. Я знаю. Что-то особое внимание и может объяснить. Обычный холодильник. Температура не совпадает с указанной. Тут мы ничего не найдем. Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, Юри Нобу точно держит кейс здесь. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай редактор. Нашла, что хотела? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брейнданса. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас и знаете, что вижу? Я вижу ходячие говорящие трупы. Нам нужен был этот брейнданс, Джуди. Он практически сделал все за нас. Чувствую, этот брейнданс нас угробит. Я серьезно. Если Арасака узнает про эту запись, вам конец. Мне конец. Джуди, перестань. Никто ничего не узнает. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Все, пойдем. Ну, что думаешь? Кажется, я поняла, откуда ты столько знаешь о Юринобу. Ну да. Мужчины в постели много болтают. Вас объединяет только секс? Бизнес. Только бизнес. Ты уверена, что Юринобу не ожидает от тебя подлянки? Юринобу ни о чем понятия не имеет. Он думает только о том, чтобы договориться с Дозором. Хотя, если даже каким-то чудом он начнет что-то подозревать, то не успеет вовремя среагировать. Ты же об этом позаботишься, правда? Неужели ты не боишься? Аросако ведь придет ко всем, у кого были дела с Юринобу. Много ходить придется. В том числе к тем, кто известен побольше моего. Как думаешь, на кого падет подозрение? На корпоратов и наемников? Или на девочку в его койке? Инфа про Юринобу, про чип, брейндансы с компеки. Все складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? Нет. Хочу понять, что ты не блефуешь. Чтобы не вляпаться в говно, из которого не вылезу. Ви, с чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке. Правда. Поверь, все под контролем. Так. И что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Ты хочешь кинуть нашего фиксера? Я знала, что тут что-то не так. Декс просто посредник. При этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которые наемники соблюдают. Мы сделаем по углу. Неважно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой? У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я подумаю. Угу. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов Джуди. Как дела на фронтах, митцве? Эта запись Эвелин из Кампеки стоила потраченного времени. Неплохо. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. А что с болтом? Пока ничего. Сейчас займусь. Тибак говорит, что без него у вас нет шансов. За работу миссии. Стал, начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвоем. Эй! Заткни его! Говори, что знаешь. Быстро! Не по телефону. Встретимся и обсудим сделку. Сделку. Ладно. Первый съезд со Скайлайн в сторону Нордсайда. Под переходом есть водосток. Встретимся там. Крыша поехала. Кто поздравил? Вот и славно. Мерилит Стаут. Ты звонила, правильно? Да, я. Думала, ты меня шантажировать будешь, сука. Условия ставить? Давай свои условия. Блядь, успокойся. Я просто хочу поговорить. Господи, Мерилит. Хлебало завали! Эта херня готова? Так точно. А теперь отвечай на вопросы. Быстро и честно. Ты тут одна? Ага, тут только я. Это правда? Проверьте территорию. Теперь слушай внимательно. Это он твой наводчик. Энтони Гилкрест. Он слил тебе инфу по конвою. Гилкрест? Я его первый раз вижу. Не врет. Слушай, я знаю, где груз. Я могу тебе помочь. Мне просто нужно кое-что взамен. Я же говорил! Я, блядь, говорил тебе, что я не крыса! Господи Иисусе! Заткните его! Выпусти меня, пока я... Ее можешь отпустить. Хочу послушать, что она скажет. А сразу так нельзя было? Заткнись! Чего тебе от меня нужно? Мне нужен бот. Модель Болт. Он у ребят, которые тебя грабанули. Оставишь мне бота, я сдам налетчиков. Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой, а могу заплатить, как они и надеются. Второй вариант. Только платить им ты будешь нашими деньгами. Звучит годно. Я в деле. Просто заплати этим чипом, остальное тебя не касается. Если захочешь меня наебать, я очень быстро тебя найду. Не верь ей! Эта штука в расстрельном списке! Она же сольет тебя! А, вот и ты. Рассказывай, что нарыло. Долго ждал? Мимадре всегда говорит, терпение вознаграждается. Тибак там жива? Ты ей не звонил? Жива. Она в теме, рвется в бой. Уже готовится. Они с Дексом уже работали, до того, как он ушел на каникулы. Короче, Декс уже купил у мальстремовцев бота. Не ясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Ихоле. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Мы с Мелитехом кое о чем договорились. Они заплатят за бота. Столько бабла на ветер? Не бери в голову, Джек. Как будто у нас его и не было. Мы же не знаем, как там все обернется. Ну что, хромовый ад? Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. А, вот как назло. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Вот возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадра. И честь для них тоже кое-что значит. Ты знаешь, чего им надо, как они живут и что их может выбесить. А вот с мальстремом хуй просышь. Звони, пусть открывают. Я вас не знаю. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Да, уютно тут. Пару фикусов бы еще. Они хорошо подготовились. Уебки, блять. Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Спокойно. Они нас просто пугают. Заходи в лифт. Дэй, овца! Дэй, овца! Пару фикусов. Пару фикусов. Не залупайся. Мы на их территории. Чего вам надо? Мне нужен Ройс. У меня с ним сделка. Мистер Ройс пока что занят. Говори, что надо. У вас есть бот. Модель МТ-0, Д-1-2. Его называют болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не, будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. На дивангле, быром. Тебе что, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе что, непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз не сделал. Джек, просто сядь. Это плохо кончится, но... Сука. Ну, заебись. Чё такая хмурая? Улыбнись. Дунь. Что дуешь? Скан. Чистый, как детская присыпка. Чёрная дурь? Её ж нигде не достать. Хорошие у вас каналы. Какой эффект? Поднимает адреналин и эндорфины, поэтому ты не чувствуешь боль. Кошмарит так, что похоже на психоз. Её давали солдатам во время корпоративных войн. Киберпсихи ей закидываются, как конфетами. Если испарять, эффект тот же, только чище. Давай, не бзди! Не употребляю. Ну и пожалуйста. Пизда тупая. Вот он. Болт. Модель НТ-0 Д-1-2. А Мелитех его искать не будет? Да насрать, пусть ищут сколько хотят. Мы стёрли у болта серийный номер и переназначили админские права. Так что если уж он твой, то он твой. Дай заценить. Да пожалуйста. Хитро выебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер вора. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, что будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку. Можно и блевануть. Ну как тебе? Да, мы его берём. А-а-а. Очень хорошо. Бабло вперёд. Брик всё получил. Мы в расчёте. Брик всё получил. Ну и где ты здесь видишь брика, а? Погоди. Нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, а что нельзя. Скажи заплатить два раза, заплатишь два раза. Условия простые. Нужен болт. Показывай, Эдди. Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блядь. Ты так и не сказала, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дэшон. Декстер Дэшон. Жердяй, который наебал половину Пасифики. Он до сих пор жив? У нас тут крыса. Истец себе. Слышишь? Бали мне, бали, дворец! Истец, всё ясно. Борь ты, говрот! Мерда. Нас отрезали. Забирай боты и контроллер. Только побыстрее. Надо понять, как отсюда выходить. Всё наше. И бот, и контроллер. Пошли. Чем быстрее, тем лучше. Победа саль. Победа саль. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух. Давай, Ви. Надо выбираться. Милитер, уникайте дроны в каждой дыре. Давай за ворота. Все, поговорим. Дела с Мальстрёмом обычно ничем хорошим не кончаются. Похоже, вам обоим сегодня повезло. Что со Стаут? Не на тех она ставила. Пришлось за это платить. Ничего сложного. Могу сказать, что вы с ней больше не встретитесь. А ты зачем приехал? Ну, мы же так и не узнали, кто в результате был крысой. Вот я и надеялся, что мальстрёмовцы тебе расскажут. Ага, конечно. Трупы информации не делятся. Ну, ничего. Постараюсь что-нибудь придумать. Приятно было поболтать. Нифига себе, Ви. Я думал, мы оттуда уже не выйдем. Мы хорошо сработались, Джек. Я тоже так думаю. Я даже не жалею, что решила изменить свою жизнь. Как говорится, успех окрыляет подруга. Дай знать Дексу, что болт у нас. И обмоем это в посмертии. Ай ла эго ви. Как дела на фронтах, мисс Ви? Бот у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчёт милитеха? Само собой были проблемы. Ройс на хую вертел твой договор с Бриком? Как ты его уломала с помощью корпоратки? Встретилась со Стаут, мы договорились. Ну, надо же. Она дала мне бабла для Мальстрёма. Значит, ты заплатила за боты их деньгами? Нет. Решила, что деньги мне самой пригодятся. А боты я просто забрала. Вот так просто? Не совсем. Пришлось применить силу. Ты крепкий орешек, мисс Ви. У меня всё готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать белочек. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok